майни вновь с вами всем привет и сегодня с реакция на обвод вы просили иногда делать получаете это ролик что убил интернет в интернете смотреть что же он убил это будет интересная тема погнали живое общение видео убил интернет я так понимаю приватность 100 процентов приватности больше нет мы добровольно даем за собой следить разбрасываясь деталями своей личной жизни ставим дверные видео домофоны ведем трансляции в социальных сетях пишем про свои прошлые места работы показываем своих друзей и родственников пока даже помимо этого помимо такой приватности которую мы сами рассказываем это еще ладно наш выбор рассказать я говорю про приватность которые просто google знаете собирает информацию facebook ну и другие компании ну в этом дату рождения и так далее и тому подобное энциклопедии капец в свое время мою бедную мать имигрантку раскрутили на то чтобы она купила набор энциклопедий за которые пришлось платить еще много лет отец всегда брал с собой на толчок одну из энциклопедий когда шел сказал что в итоге перечитал их все красота интернет убил видеопрокат интернет убил чувство стыда больше ничего не следует ее просто да но блокбастер почему блокбастер это убил все равно фильм уже ходит просто монетизируется и скармливается людям начиная не я чувствовал что до сих пор возникает форчан и рэддит а также самых темных уголков интернета кишащих ничто так не убивает чувство стыда как интернет 24 часа в сутки 7 дней в неделю мы имеем возможность наблюдать за худшими сторонами человечества да и за лучшие которые с тобой не согласны интернете как понимать прибывать в своем собственном пузыре и быть настолько радикально насколько он вообще хочет без какого-либо отпора который бы заставил его усомниться в своих убеждениях к тому же люди таким образом становятся совершенно не способными аргументировать то с чем они не согласны карта это самом деле скорее всего ну не скорее всего это правда потому что сама сам google настроен так он же знает что ты через знает твои примерно взгляды и он тебе будет подсовывать в поисковой выдаче именно то что тебе больше понравится что ты посмотрел больше рекламы на том сайте и так далее то есть любишь ты думать что плоская земля это правда то он тебе будет подсовывать видосы или факт что да плоская земля это классно вообще это так и есть ну вот типа в этом в этом плане мне кажется именно из интернета уж слишком много стало всяких теорий очень много хорошо это или плохо это просто по-своему просто другое время мне кажется нельзя лишь что хорошо это или плохо просто по-другому с тех пор как появились интернет и телефоны я больше никогда не пользовался физическими картами не только карты эти мобильные gps навигаторы помните нормальные к вы аналоги вол в 2012 году мой навигатор отказывался принимать тот факт что дороги на которую он уговаривал меня свернуть больше не существует такое ощущение будто он хотел чтобы я поехал по полям интернет убил журналы будущие поколения будут страдать от того что они больше не смогут на в лесу типа пацаны играю войну же не найдут ушатанный журнал с фотками голых где они теперь должны получать в лесу что это что в лесу не забыли удивительно насколько распространена была тема с нахождением журналов в лесу я находил мой друг находил я всегда думал что это странный уникальный опыт но похоже что каждый пацан выросший до 2000 года находил ладно я не выросший до 2000 года но все равно я вырос когда еще интернет не был популярен ну тогда еще интернет это был очень трудодоступная вещь скажем так и дорогая и он был лимитный подобный журнал играя на улице порядочность людей интернет ее не убивал людская порядочность все время была иллюзией интернет убил дофаминовые рецепторы ага вот тебе лайк простимулирую твои рецепторы мтв или по крайней мере тот канал на котором крутили реальные музыкальные клипы mtv сдохла задолго до появления интернета поэтому и появился мтв2 музыкальные клипы до сих пор существуют да и музыка в общем если там радио даже сказать по бела радио ну автомобильная радио до сих пор существует и пользуется спросом потому что автомобильная радио очень часто пользуются понятно Возможность игнорировать тупых людей Они существовали всегда Но теперь у них есть возможность охватывать более широкую аудиторию И даже общаться с другими тупыми людьми Раньше они особо не высовывались И могли оказывать влияние только на узкую группу людей А теперь мы все подвержены их идиотизму Почтовые каталоги Это был распространенный способ покупки товаров Особенно в сельской местности Также с помощью него можно было заказать какие-то нишевые товары Которые обычно не проводятся в магазинах Газеты, журналы Я сейчас уже старый В моей молодости журналы были крутой век У меня была куча журналов Компьютерных журналов Игровых журналов Связанных там с мобильными телефонами В общем с техникой Обожал Помню у меня были всякие журналы Знаете, с какими-то черепашками Ниндзя Вот это И другие журналы по мультфильмам Блин В этом был свой шарм На самом деле это Не, в этом был свой шарм Я не буду скрывать В этом был свой прикольный шарм Твои еженедельные расходы В значительной степени Это такое Это коррекционирование В зависимости от интересов человека Журналы порой обходились очень дорого Как же было классно Когда в 80-е годы Тебе каждый месяц Приходил журнал про компы И все, что с ними связано Я когда раз Диск с демоверсиями Я помню столько Когда демоверсий перепробовал Это, кстати, крутая штука Вообще Демоверсии Игр Это очень крутая тема Почему Это начали использовать Так редко Боже мой Да сделайте вы больше демок Демки Особенно для больших ААА проектов Да делайте вы демки Это очень нужно Это очень полезно Хотя, скорее всего Многие не делают Потому что Многие бы Да не покупали Некоторые игры Диск с демоверсией игры И всякими плюшками Вот же были времена Рабочие столы И всякие прочие Когда мы пытаемся Вспомнить имя Того чела Из того фильма Больше не приходится Слушать Как моя мама и дядя Чьи часы Перечисляют имена Пытаюсь вспомнить Имя какого-то актера Из фильма Столетней давности Такой кайф Мы с отцом До сих пор Периодически спорим Несколько минут После чего я говорю Так, ладно Сейчас посмотрю в гугле Некоторые традиции Все-таки стоит поддерживать Иногда мы с женой У нас то же самое Мы сначала Немножечко Ну, например С ростиком Можем поспорить А потом Так, ладно Проверяем Мы обсуждаем Какую-то тему И когда нужно Залезть в гугл Мы целенаправленно Этого не делаем Стараясь Изо всех сил Напрягать Свои извилины Мне кажется Этой игре Стоит дать название Что-то типа Восьмидесятый Или бумер Реалистичное ожидание Об успехе В точку Раньше В своей узкой группе Сверстников Ты обязательно Хотя бы в чем-то Был экспертом Или лучшим И благодаря этому Каждый мог внести Свой ценный вклад А теперь Теперь ты всегда Можешь сравнить Себя со всем миром Ты всегда Нерешь десятки людей Которые настолько Лучшат себя в чем-то Что у тебя нет Никаких реальных шансов Даже приблизиться К этому уровню Так было На самом деле Это хорошо То, что Можно увидеть Лучшие результаты Других людей Но когда ты видишь Что Это немножко Дизморалит Да Допустим Многих видеомейкеров Дизмораль То, что Вот, например Делают видосы И вот Это вот Надо иметь Такой стержень себе Чтобы не упасть Моралью Потому что Вокруг тебя Уже очень много людей Которые лучше тебя И которые Скорее всего И будут лучше тебя Потому что Если они дальше Будут учиться Даже когда ты будешь учиться Перегнать их Будет очень сложно Это тебе нужно Очень много работать Но ты не знаешь Что ты плохой Это сохранутый Значит Что ты можешь найти Свою аудиторию Или найти работу В этой сфере Не являясь лучшим в этом Но внутренний перфекционизм Конечно Очень сильно У многих Это возникает У меня в том числе Особенно в более Младшем возрасте Это просто кошмарно Дизморалило Давило на Все точки Сейчас Проще Сейчас, наверное, я уже Перерос в этот момент И мне проще Если кто-то лучше меня Круто Кто-то хуже меня Ничего Он может При этом стать лучше Я как-то уже К этому проще Отношусь Но я знаю Много людей Которые к этому Относятся Очень тяжело У них потом И проблемы И психологического Характера В этом плане Да Тут Мне кажется Мир перестроится Еще Просто интернет Существует не так долго Но ты не видел этих людей В своей жизни И не понимал Что ты являешься Посредственностью Я все еще парюсь Из-за этого Раньше эта фигня И вовсе Высасывала из меня Всю мою мотивацию Сейчас же я постепенно Перестаю париться И просто делаю то Что приносит мне радость Блин, да Эта фигня Реально деморализует Тебе кажется Что ты никогда Не сможешь быть Конкурентоспособным И добиться успеха В чем-либо У меня есть брат Который младше меня На 8 лет В этом году Он уже пойдет В выпускной класс Когда у них В школе спросили Чего они хотят В плане карьеры 82% учеников Ответили что-то В духе того Что они хотят Стать стримерами На твиче Моделями в инстаграме Вести лайфстайл канал В тикток Или заниматься Онлайн бизнесом Продавая наклейки И или стаканчики Старбакс Ребята не понимают Что на каждые 10 человек Разбогатевших Таким образом Приходится 10 тысяч Которые даже Месячные счета Не могут оплатить Я не понимаю Стремление людей Стать стримерами Вообще Ну типа окей Я типа стримил И можно назвать Меня в принципе Стримером Но это нифига Не та работа Которая кажется Работой мечты Вот честно вам скажу Абсолютно Потому что Когда ты должен стримить Ты должен стримить Каждый день Ты должен стримить Очень много И тебе начинает Тошнить от игр Это прикольно Когда ты можешь Играть в свое удовольствие Тебе не нужно Заставлять себя Во что-то играть Нет Ты получаешь Это удовольствие Когда ты стримишь Все время Каждый день Для кого-то Или что-то Для кого-то Ты теряешь удовольствие от этого процесса. И когда ты за себя заставляешь сесть, вместо того, чтобы пойти прогуляться, пойти встретиться с мамой, с сестрой, там, да, например, пообщаться вживую с кем-то, должен сесть за компьютер, включить трансляцию, должен еще ее настроить, ты еще очень сильно зависишь от того, какой у тебя интернет. Короче, стример это на самом деле специфическая работа. Я не скажу, что он сложнее, чем на заводе вкалывать, да, но когда ты приходишь с завода домой, ты приходишь и ты знаешь, что дома у тебя отдых, у тебя выходные, у тебя выходные. Стримеры, блогеры, у них немножко все по-другому, я не жалуюсь, мне нравится моя профессия, ну, не стримера, мне на самом деле не нравится быть стримером. Вот, честно говоря, я из этого сейчас понял, что я сделаю стримерство как хобби, то есть я буду играть и стримить только тогда, когда я сам захочу. Все, я от этого немножечко устал, или смотреть что-то на стримах. Я устал от стримов, я понял, что я выдохся как человек, у меня не было времени на личную жизнь совершенно, на какие-то занятия свои, обучение, вот я хочу заниматься своими хобби. У меня есть работа, это YouTube канал, да, я снимаю ролики сюда. И стримерство сложно, это очень сложно, ребята. Я, честно, я иногда удивляюсь, как некоторые люди там по 8-9 часов каждый день стримят. Я так постримил один месяц, я ку-куху чуть не поехал, просто с ума с не сошли. Интернет убил мою веру в человечество. Жиза, раньше... И просто подняться стримером намного сошли, чем подняться и блогером. Это, кстати, факт. Подняться стримером практически невозможно. Это такой маленький шанс, ребята. Только сейчас есть уже аудитория, только тогда, наверное, есть какой-то шанс подняться в этом всем деле. А так, честно, ребята, не надо. Не надо. Правда, не надо. Найдите лучше другую профессию. Какую-то более... Оставьте игрушки и прочие все. Думайте, что вы хорошо играете, любите или будете играть все время постоянно. Поверьте, все может надоесть. Абсолютно все. Раньше у тебя просто было жесткое подозрение, что тебя окружают дураки. А теперь ты в этом полностью уверен. Такой отстой. Раньше вы просто знали, что большинство людей тупые. В прошлые времена они не достигали высот. И уж точно не получали такого поощрения и возможности выделиться. Раньше у людей было чувство стыда и самосознания. И чтобы опубликовать какую-то на всеобщее обозрение. Нужно было пройти через редакторов, которые действительно делали свою работу и имели дипломы в сфере журналистики, лингвистики и литературы. В интернете есть такие темные уголки, которые вызывают у меня реальную ненависть к людям. И я неоднократно задавался вопросом, это интернет испортил людей? Или он всего лишь дал нам всем возможность увидеть, насколько люди испорчены? Верно и то, и другое. Всегда были и будут ужасные люди. Но интернет облегчил этим людям возможность быть такими. Находить друг друга и взаимодействовать в своем замкнутом мирке. Почту. Не электронную, а старую добрую почту. Единственное, что я сейчас нахожу у себя в почтовом ящике, это счета и прочая чепуха, которая мне совсем не всралась. Круто, наверное, отправить что-то на почту своему другу. Ну, не знаю, кроме посылок. Вот посылки до сих пор пользуюсь. Ну, как по-другому, блин, там, заказать, что с интернетика нормально. Будь то небольшая посылка, или просто записка, написанная от руки. Нет, я благодарю интернету. Интернет это очень удобно. Это классный инструмент. Потому что журналисты работали совместно с редакторами. Редактора проверяли все это. То есть, там сложная схема. Плохо это или хорошо, опять же, блин, ну, наверное, не знаю. Знаете, это такая сложная тема. Просто многие говорят, типа, плюсы и минусы интернета. Я считаю, что в интернете все-таки плюсов больше, чем минусов. Но я больше склоняюсь даже к той мысли, что просто появлением данных технологий, как и предыдущих технологий, таких как автомобили, электричество, это просто меняет мир полностью. То есть, просто это немножко другой мир, в котором мы уже живем. Да, до интернета он был другим, сейчас он другой, с появлением чего-то еще, он будет еще другим. Можно там придумать какое-то измерение, да, какое-то, которое мы можем, не знаю, виртуальную реальность полноценную, где мы будем ложиться, как овощи, как мастера к мячу онлайн, и там жить. Да, еще мир поменяется. Поверьте, мир меняется будет еще много раз, и грустить по поводу чего-то, я не вижу смысла. Избавились от редакторов, или пользуются услугами аутсортинга, поэтому уровень грамотности текстов в медиа значительно снизился, поскольку журналисты сами занимаются редактированием. Магазины с виниловыми пластинками, не все, но многие. В 90-х годах у нас в городе было 10 магазинов с пластинками, сейчас только два. Продажи музыки в целом сильно упали. Раньше я заходил в магазин HMV и покупал за раз 4 или 5 альбомов. Теперь, как правило, я всего лишь раза два в год заказываю CD-диск альбома, который мне зашел на Spotify. И в меньшинстве. Большинство людей вовсе не покупают диски. Сейчас на музыкальном рынке остались лишь коллекционеры, так что винил сейчас продается лучше, чем CD-диски. Эфирное телевидение. Мне пришлось пролистать довольно много комментариев, чтобы увидеть этот. Он явно должен быть повыше. Вот только в прошлые выходные я прочитал статью о том, что уровень потребления телевидения в моей стране, в Германии, рухнул на дно. Особенно, если брать определенную возрастную категорию телезрителей. Ну, младшее поколение не смотрит телевидение. Старшее еще смотрит. Ну, это все еще меняется. Преемственность поколения, она поменяется еще со временем. Вот некоторые примерные цифры, которые я запомнил. Среднее время просмотра телевизора подростками в возрасте от 14 до 19 лет составляет чуть больше часа в день. В то время как в возрастной группе от 50 до 64 лет среднее время просмотра составляет более 6 часов. А еще вот эта статья говорила, что некоторые люди, работающие на телевидении, видят себя в качестве врачей и палеотивной помощи, которые уже провожают оставшихся зрителей, но вовсе не рассчитывают, что следующие поколения будут их смотреть. Я думаю, в качестве одной из жертв интернета можно назвать публичные дискуссии. Возможно, интернет уже нанес смертельную рану кабельному телевидению, но непосредственно его смерть нам еще предстоит увидеть. Да. Дискуссии с целью взаимопонимания, ответственность, уважение к другим людям, орфография, пунктуация и грамматика. Интернет уничтожил разносчиков газет. Никто больше не считает хорошие газеты. Мы все в курсе того, что убил интернет, но гораздо интереснее то, что смартфоны убили множество мелких устройств и гаджетов по типу компасов, автомобильных навигаторов, камер, фонариков, диктофонов. Диктофоны, все абсолютно. Калькулятор, меня не нравится, когда до сих пор учителя, я вспоминаю. Не всегда же у вас будет калькулятор в кармане. Всегда. Теперь всегда. Радио, будильников, блокнотов с календарями и много еще всего прочего. Мою способность сосредотачиваться. Мою способность не скататься дневным сном без постоянных раздражителей. Музыку. Это сложный навык. Не то, чтобы прям полностью убил. В текущем мире это мега сложный навык. Прям вообще. Но в каком-то смысле точно. Музыкальные группы значительную часть своего дохода получали от продажи пластинок. Когда вы только начинаете или даже подумываете о создании группы, такая финансовая поддержка крайне важна. По правде, некоторые люди сейчас все равно пытаются упорствовать и без денег. Но вы уже не встретите четырех школьников, которые создали группу ради прикола, а потом достигли с ней больших высот. В наше время все доходы музыкантов в основном приходят от концертов мерча. Поэтому большинство крупных музыкантов это артисты-одиночки, за которыми стоит большая студия. Вы все еще можете купить музыку в цифровом виде. Иногда. Но чаще люди просто слушают музло через различные сервисы. Или пиратить. Все началось с приложения Настер. Но когда музыка добровалась до YouTube с Spotify, то тогда пришел полный конец. С другой стороны, интернет расширил музыкальные горизонты людей. Теперь ты можешь послушать музыку, хрен поймать. Не, ну исполнителей намного стало больше. Намного стало больше. Сложно сказать, типа, вот, раньше там можно было, чтобы четыре школьника. Да нет, как раз сейчас, мне кажется, можно, чтобы четыре школьника записали какой-то трек, который максимально странный, но он станет хитом. Поэтому вполне я с этим не соглашусь. То, что, мне кажется, сейчас шанс для каких-то музыкантов он даже еще выше, чем был тогда. Никакого жанра из любой точки мира. Да, 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 вот это же круто. В магазине пластинок и CD-дисков ты вряд ли бы нашел запись монгольского горлового пения или гангского хип-хопа. Правда ведь? Конечно, теперь стало труднее добиться успеха, но при этом какой-то один чел, сидя в своей спальне, может стать известным в одном конкретном жанре. Человеческий опыт и человечество в целом. Я не хочу показаться пессимистичным фаталистом, но именно тот момент, когда интернет стал доступен широким массам, тут-то и начался конец для человечества. И с тех пор медленно и верно все становится только хуже и хуже. И эта тенденция никак не изменится в будущем. Мы идем вперед к неизбежному. Совершенно нет. Совершенно не согласен. Мне кажется, так люди говорили при появлении чего-либо, что меняло жизнь кардинально. Это совершенно странная и глупая, как по мне, мысль, как это фатализм. Знаете, когда ты видишь только что, все, вот только плохое, у всего человеческого конец, да, вот видите, они ругаются в интернете, потому что все, они видят друг друга. Да блин, это просто фатализм, ничего хорошего нет, так думать. Просто мир другой, опять же, мир меняется, мир меняется много раз. Даже за нашу жизнь он поменялся уже несколько раз. Что говорить про вообще, сука, раз мир меняется. Раньше вообще камень об камень били, пытались искру добыть, там не камень, там клей. Ну, не важно. Все в том, что в пещерах жили, что раньше было лучше, но возможно для кого-то и было лучше. А мне на самом деле, я кайфую от технологий, мне нравится, куда в принципе двигаются некоторые вещи. Да, некоторые не нравятся, но никогда не было такого, чтобы всем все нравилось. Это невозможно. В этом-то и прелесть мира. Нету одинаковых людей, нету одинаковых мыслей, это же классно, это же шикарно. Поэтому цените, ребята, жизнь, даже при интернете. Просто пользуйтесь интернетом в первую очередь, как инструментом, а не как заместителем жизни. Правда, не стоит им заменять жизнь. Не делайте ошибку многих людей и потом не разочаровывайтесь в жизни полностью. Даже начните просто гулять. Это мой совет. Просто начните прогуливаться. Не обязательно с кем-то. Просто раз в день выходите на полчаса, куда-то. Просто походите даже по магазину можете. А лучше, если у вас есть набережная, парк, пройдите по нему. Вполне хорошо. Сейчас, конечно, зима, сейчас будет сложнее и холоднее, но правда, действуйте моему совету. Запишитесь куда-то. Даже если вам это сильно не нужно. На какие-то курсы. Занимайтесь чем-то. Лучше там, где оффлайн, что-то с оффлайном. С людьми познакомитесь. Ребята, все в жизни хорошо. Главное просто работать над ней и не унывать и не пытаться забивать свои мысли какие-то фатальные мыслями, что все, конец мира. Так можно жить всегда и можно все равно прожить довольно долгую жизнь, просто довольно грустную и печальную. Все, ребята, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, пишите ваше мнение по поводу этого видео. Всем удачки, всем пока. Пау!